Здесь же есть выход на фронт. Исторически так было задумано, но на оттуда открывается красивая панорама. Значит, надо отметить, что Александр, если мы говорили, да? То есть это внучка великого князя Александра Павловича, да? Которая вышла за Дмитрия Павла, был Михаил и Александр. Александр впоследствии прославит Павла Павла и стали потом председателем императорского пожарного общества, председателем общества Глубава Христа, которая поддерживала пожарников, которые получили увечья при тушении пожаров. Он уже 17 лет выпросит у матери участок земли. Здесь стрельни. Вот этот забор появился совсем недавно. Вот там за врагом находилась пожарная часть, которую он собрал на Копкиное срочло. Там была первая часть пожарных пожарных, которые еще, можно сказать, волонтеры. Когда тушили пожары, стрельни в основном деревянные дачи были. Так вот, за 10 лет появилась эта пожарная часть в конце 19 века. За 10 лет тушения пожаров стрельни 200 века загораний было потушено. И вот благодарные жители стрельни подарили Александру Львову золотую каску, в которой он очень любил фотографироваться. Это даже было написано в аппарате. И серебряную бочку. Вот такая имитация. Ведь раньше тушили, видите, пожары вот такими тонкими с бочками. Ну, еще надо отметить, вот это знамя пожарно-стрельницкой бружины и значок, и РКО. Комператорское пожарное общество. Золотые значки и серебряные значки. Сниместные мужчины. Он создает узи и пожарного дела в Петербурге, который, к сожалению, будет разгромлен после революции. Александр Дмитриевич Львов очень много сделал участвовал в общественной жизни стрельни. В этом еще поговорим. Ну, а давайте мы немножко обойдем с той стороны и полюбуемся на фасадах в аркции. А потом продолжим в аркции.